Спасибо, церковь. Присаживайтесь в Божьем присутствии. Я хочу поделиться с вами размышлениями на тему «Сила благодарения». Мы праздновали эту, как я уже говорил, неделю благодарности. И вы тоже наверняка собирались с друзьями, с родственниками, благодарили Бога за многое. И эта неделя уже прошла, но в наших сердцах остается благодарность Богу за все. И мы понимаем из священных писаний, что в благодарности, в хвале сокрыта некая сила от Бога. Некая сила от Бога. Я хочу прочитать Деяние, 16 главу, 23-24 стих. 16 глава книги Деяния, 23-24 стих. «И дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, темничный страж вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду». Смотрите, как классно начинается неделя у апостолов. Начинается она с таких слов. «И дав им много ударов, ввергли их в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». Говоря о благодарности, мы вскрывали определенную сторону. Пастор Василий говорил слово и в четверг, и в прошлое воскресенье о преимуществе благодарного сердца. Я хотел бы подойти сегодня и, наверное, обратить внимание на тех людей, которые думают сегодня, вспоминая уходящий год, а есть ли за что благодарить Бога? Есть ли за что благодарить Бога, или как быть благодарным, когда жизнь тебя изрядно побила, когда уходящий год был совсем для тебя неудачным? Возможно ли быть благодарным, когда твои ноги забиты в колоду? Возможно ли найти в себе силы благодарить Бога, когда вы в этом ушедшем, уходящем году похоронили близкого вам человека? Я вспоминаю, когда, по-моему, три года назад или четыре года назад, я прошу, простите меня, те, которые являлись свидетелями того прошедшего события, но в одной из дней благодарения, когда мы собрались вот таким вот образом, и в четверг это было, на День Благодарения, у нас было служение, это было еще в Overcomer, в OCC Church, и после служения гости, семья, которая посетила нашу церковь, они, выезжая уже после служения, на перекрестке попали в аварию, в День Благодарения, и от удара их ребенок вылетел из машины, и, по-моему, он насмерть погиб, уже в больнице. И тогда просто в такие моменты, знаете, на День Благодарения происходит такая трагедия у кого-то в семье. Возможно ли найти в себе силы в этот день, когда нас призывают сказать, Господь, благодарю Тебе и за это. Возможно ли благодарить Бога, когда вам приходится ехать 36 часов в другой штат, в госпиталь, с умирающим ребенком на борту вашей машины, в надежде, что вам там помогут, но приезжая туда, вам скажут, что мы вам ничем помочь уже не можем, отправляют в другой госпиталь, и там уже им сообщают, что ребенку осталось совсем ничего, осталось жить, приготовляйте с ним прощаться. Возможно ли быть благодарным, когда мы живем сегодня в такое время, когда, что называется, невооруженным глазом видно, насколько напуганы и растерянные люди, сегодня, знаете, люди боятся всего и сразу, боятся заболеть, боятся потерять близких, потерять работу. Многие люди переживают самую настоящую депрессию сегодня. И вот, задаваясь этими серьезными вопросами, делясь сегодня с вами этими размышлениями, ища ответ на этот вопрос, как научиться благодарить Бога за то, что причиняет сильную боль. Как благодарить Бога? Как в день благодарения сказать, Господь, я благодарю Тебя за уходящий год? Не знаю, как у вас, за последний год, по-моему, я побывал на пяти похоронных служениях. Может быть, это, знаете, отпечатать такой сегодняшней моей проповеди. Но при всем этом, при этих, при сгущении этих красок над нашей головой, знаете, братья и сестры, я во многих, во многих верующих людях вижу триумф, вижу неопределенную силу, которая начинает проявляться, когда они попадают в эти условия и в эти обстоятельства. Как научиться благодарить Бога, когда тебе больно? Я хочу предложить вам один из ответов. Я уверен, их очень много в Слове Божьем. Мы сможем это только в том случае, быть благодарными Богу, даже тогда, когда, казалось бы, ну, за что благодарить. В том случае, если мы будем смотреть на эту жизнь духовно. Не просто, когда мы смотрим материально на все, что происходит, но мы начинаем находить для себя ответы или основания, чтобы выжить, чтобы устоять, чтобы возблагодарить все-таки Бога. Это когда мы понимаем или смотрим на эту жизнь духовно. Как это духовно? Что это значит смотреть на жизнь духовно? Это когда ты признаешь и осознаешь или нуждаешься в том, чтобы признать это, что с одной стороны существует неизмеримое владычество Бога. Бог настолько владычествен и всем управляет, ты это понимаешь. Он тот единственный, кто дарует жизнь и кто ее отнимает. Слово Божие говорит, что Бог, Он есть начало и Бог есть конец. Он есть альфа и Он есть омега. Он великий Бог. Это с одной стороны. А с другой стороны, ты осознаешь, что в сочетании с этим пониманием владычества Бога, у тебя есть уверенность, что при всем том, что Бог такой владычественный, что Бог любит все свое создание, что Бог ничего ненавидит из того, что Он создал. Смотрите, смотреть на жизнь духовно, это осознавать и понимать, с одной стороны, что есть Бог, который альфа и омега, который дает жизнь, который ее забирает, который посылает в наши жизни разные условия и обстоятельства. И с другой стороны, вы сочетаете это с тем, что Бог любит свое творение, что Он любвеобилен. И вся Библия про это говорит, что Бог есть любовь. Бог тебя любит. В Евангелии от Иоанна, в 11 главе, есть интересная история, когда к Иисусу отправили людей сообщить Ему про Лазаря. И смотрите, что происходит. Сестры послали сказать Ему, Евангелие Иоанна, 11 глава, 3, потом 35 стих. Сестры послали сказать Ему, Господи, вот кого Ты любишь, вот кого Ты любишь, болен. Позже, когда Он уже пришел на то место и увидел скорбь тех людей, написано, что Он прослезился. Великий Бог, который есть Альфа и Омега, смотря на Твои страдания, смотря на страдания людей, прослезился. В данном случае, когда Он увидел, как люди скорбели, потому что не стало Лазаря. Но на что я хочу обратить внимание, кого Ты любишь. О Господь, если меня любит Всевышний Бог, если Он любит меня, Он заботится обо мне, и у меня никогда не будет ни болезней, ни страданий. Это не так, друзья. Писание говорит, что Он любил Бог Всевышний, любил Лазаря, но Лазарь заболел. Как может быть такое сочетание? Как может вообще это соединиться? Оказывается, что если ты заболел, мое послание сегодня, это не значит, что Бог тебя не любит. Если ты прошел пустыню в этом году, это не значит, что Бог тебя не любит. Если ты потерял близких, родных людей в этом году, это не значит, что Бог перестал тебя любить. Да, те люди, которых любит Бог, могут иногда проходить пустыню. Да, те люди, которых любит Бог, Он от них не отказывается. Но с другой стороны, Он владыка, Он альфа и омега. Но в то же самое время, Он любящий Бог. Он любит тебя. И Он вместе с тобой страдает, проходит вместе то, что проходишь ты. Господи, вот, кого ты любишь, Он болен. Можем ли мы сегодня сказать тем людям, которых брак разрушился, ну, как им найти силы и сказать, Господь, как это выдавить из себя? Я благодарю Тебя. Нет, мы не благодарим за болезни. Мы не благодарим то, что семья разрушилась или что человек умер. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что это совсем не значит, что Ты меня теперь не любишь. Ты меня любишь, Господь. Я Тебя благодарю за это, потому что я все еще верю, что Ты, Бог, меня любишь. И эти обстоятельства не украдут у меня веру в то, что Ты есть Бог, Бог-любовь. Когда мы видим, что кто-то теряет потерю, Бог вас любит, когда мы видим, что кто-то проходит какую-то пустыню, я хочу сегодня сказать, что Иисус слышит вас, и к Нему о вас доносятся мысли, что Господь, кого Ты любишь, Он болен сейчас, Он страдает сейчас. Да, в час вот такой, знаете, потери, грусти, одиночества, Бог в тот момент кажется таким далеким, именно с эмоциональной точки зрения, но на самом деле Он в этот момент ближе к тебе, как никогда. На самом деле Он ближе всех и всего в твоей жизни. Бог видит наши слезы, и Он вместе с тобой несет все тяжести твоих печалей, Он всегда готов проявить свое милосердие и укрепить твое сердце. Когда ты полагаешься на это, когда ты полагаешься на Его любовь, это может быть единственным источником твоего и моего утешения. И когда мы говорим о том, когда мы понимаем, когда мы смотрим на жизнь с точки зрения, что есть Бог-владыка, который всем управляет, и я доверяю Ему, и с другой стороны, я понимаю, что я любим им, и обстоятельства, которые мне говорят, что да нет, Бог тебя забыл, Он уже о тебе не думает, иначе бы в твоей жизни не произошло этого. Иисус, вот друг твой, которого ты любишь, болен. Не смущайся сегодня, не думай. Если ты сегодня этот весь год пытался что-то делать, у тебя не получилось, и дьявол тебе набрасывает мысли, что ты не успешен, что у тебя нет благословения, не думай так. Бог тебя любит, даже если ты болен, даже если ты проходишь пустыню, Бог знает твою боль, Бог знает твои страдания. И когда мы это понимаем, тогда у нас есть плацдарм, у нас есть это основание благодарить, быть благодарным Богу. И вот в такой благодарности сокрыл Бог великую силу, сокрыл Бог великое помазание. Первое послание Тимофеям в 6 главе 6 стихом написано «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Ну, слово «быть довольным» это синоним быть благодарным. «Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Если ты сегодня молишься и просишь, «Господь, я хочу ходить в свободе», эти обстоятельства, которые, может быть, преследуют вас или какая-то трагедия, которая случилась в вашей жизни, может давить на вас. И каждый раз, когда вы слышите, «Возблагодари Бога!» «Возблагодари Бога!» Ты слышишь, как это в тебе перекрывается как будто что-то. Ты говоришь, «Не понимаю, как, почему, за что?» Но вот если начать или приобрести это благодарное сердце, или начать пребывать в благодарности, в довольстве, Слово Божие нас учит, чтобы мы начали быть благодарными Богу в маленьких вещах, в малом. В чем-то, в том, что, казалось бы, ты, ну, есть и есть это. Но смотрите, что учит Слово Божье. Мы ничего в этот мир не принесли, и явно, что ничего не можем из него и вынести. Поэтому, имея минимальное пропитание и одежду, будьте довольны этим. Это не издевательство, братья и сестры. Это не издевательство над нашим состоянием. Это подсказка свыше, как войти вот в то хождение, когда твое сердце наполнено благодарностью Господу, несмотря или вопреки обстоятельствам, в которые ты погружен. Бог нас учит и подсказывает, начни быть благодарным в малом, вот в этом основательном, в том, что для тебя может быть привычно и может быть уже не представляет никакой ценности. Вот эта вот благодарность, как свойство души нашей, оно начинается с готовности благодарить Бога в этих малых благословениях, которыми мы можем довольствоваться. Знаете, большинство из нас, наверняка и вы, и я в том числе, мы сталкивались в жизни с людьми, которые, которые, какие бы благодеяния вы им не оказывали, какие бы дары вы им не приносили, они все равно останутся или остаются глубоко несчастными людьми по самым разным причинам. Они всегда найдут причину, почему они несчастны. Но, по сути, есть только одна причина, которая привела человека в такое состояние ощущения, что он несчастный, что ничто его не может удовлетворить. Это когда в начале своем человек не благодарил за то малое, что он получил, поскольку ему казалось на тот момент, что он заслуживает гораздо большего в своей жизни. А потом это входит в привычку человеческой натуры, и человек уже о любом даре начинает думать, что это меньшее, нежели он бы хотел. Что бы такому человеку вы не дали, что бы вы ему не предложили, он будет всегда оставаться в упадническом настроении духа. Почему? Потому что когда-то он не научился благодарить Бога за маленькие вещи. Вы пришли в церковь, к вам оказали внимание, будьте благодарны за это. Вы имеете, вы сегодня проснулись, имеете пропитание, одежду, хлеб насущный, будьте благодарны за это. Когда мы в малых вещах, как Писание говорит, если хочешь приобрести сердце довольное, благодарное, благочестивое, начни благодарить Бога с маленьких вещей, не привыкай к этим маленьким вещам. Почему? Потому что ты придешь однажды в то состояние, когда тебе будет казаться, что ты достоин большего. И когда тебе большего не дадут, ты будешь находиться в упадническом настроении духа. Давайте будем этого избегать и не будем допускать этого состояния в наше сердце. Помните притчу о талантах и о минах. Я не буду ее пересказывать, но вы все знаете суть этой притчи, что одному было дано один талант, другому было пять, третьему там было десять, ну, можно разные называть цифры. Потом история с минами тоже, одному было дано столько, другому больше, еще больше. И потом суть была и задача в том, чтобы они пустили это в оборот. И вот благодарность она проявляется в том, что когда человек получил что-то от Бога, он ценит это, он понимает, что он в этот мир ничего не принес, в том числе и ничего не может вынести. Он получил это в дар дыхания, здоровья, работу, друзей, церковь, родителей, детей. Он получил это в дар и он это пускает в оборот, чтобы это прославляло Бога. Но тот человек, который получил мало, одну мину, один талантик, что он делает? Он идет это и закапывает, он идет это прячет. Почему? Ну, потому что это такая мелочь, это такое что-то незначительное, что вообще из этого может быть? Смотрите, вот проблема этих людей, которые получили мало в том, что они не увидели ценность. Да, мало, но это ценность, это дар, будь благодарен в малом. И мы видим из этих притч, что тот человек, который впоследствии еще больше получил, это был человек, который оценил вот то, что у него было. Это был тот благодарный человек, который понял, что он что-то получил в этой жизни, то, что у него не было, и впоследствии он приобрел еще больше. первое правило, благодарное сердце или сила благодарности, она всегда приумножает в твоей жизни то, что у тебя есть, и как раз-то неблагодарное сердце, сердце, которое не оценило Божью любовь, Божью милость, хлеб, пропитание и одежду, у этого человека написано отнимется и то, что он имел, и вообще у него ничего не станет. Смотрите, какой принцип, и когда Писание говорит, если ты хочешь иметь эту силу благодарности, начни благодарить Бога с малого, начни ценить Бога за то малое, что ты имеешь. Итак, благодарность, сила благодарности в том, что она созидает, что она строит. Общаясь с одним человеком, у которого разрушилась семья, от него ушла жена, и он говорит, знаешь, я уже где-то это рассказывал, он говорит, что однажды я сидел в своем апартменте, большой апартмент, все есть в нем, и один, один, семьи нет, произошел развод, и он говорит, я сижу и переосмысливаю все, думаю над всем, и мой взгляд падает на стену, где когда-то жена его после возвращения с поездки в Сан-Франциско сделала такой фотоподборку и на стену просто в разнобой подцепила эти фотографии, я смотрю на эти наши фотографии, как мы улыбаемся, как мы смеемся, как мы ходим возле этого моста Голден Гейт Бридж, как мы ходим по этому пляжу, и вдруг меня осенила мысль, а я же жену за это даже не поблагодарил, теперь, когда у меня нет ни жены, ни детей, ни этого счастья, он начал понимать, он говорит, я понял, что она же это все привезла, потом из тысячи фотографий выбрала 10, сделала заказ в кастку, поехала сняла эти рамки, она так старательно это все расставляла, а я даже тогда на это не обратил внимания, братья и сестры, я думаю, что многие семьи, они бы сохранили свои отношения в своей семье, если бы они насаждали культуру благодарности, да, за те, вроде бы, незначительные вещи, когда жена супруга или муж сделали что-то, ну, казалось бы, простые вещи в доме, благодарность она созидает, и как раз-то неблагодарность, она разрушает любое дело, она разрушает брак и отношения, давайте перейдем к неблагодарности, потому что, когда мы говорим о благодарности, это что-то позитивное, хорошее, если спросить, а какая обратная сторона благодарности, антоним благодарности, ну, это неблагодарность, Неблагодарность это еще, братья и сестры, полбеды Не заметил, не увидел Надо рассказать человеку, что смотри, для тебя здесь было столько много сделано Ну как бы будь благодарен, что ли, в конце концов Бывает, что когда человек не проявил неблагодарность Просто по неосторожности Но обратная сторона благодарности Или негативная сторона благодарности Это немножечко больше, чем просто Не поблагодарили или неблагодарность Антонимы слова «благодарение» означают неблагодарность, упрек, претензия, оскорбленность, сводить счеты, ропот и недовольство. Это все те слова, близкие по смыслу и значению со словом «неблагодарность», неблагодарный человек. И знаете, что я заметил? Я заметил, что люди, которые не приобретают внутри себя состояние благодарности, начиная с маленьких вещей, не приобретая это сердце благодарности, они автоматически начинают проявлять плоды неблагодарности, плоды ропота. Плоды недовольства. Как я перечислял, плоды, когда мы начинаем сводить счеты, какие-то претензии мы начинаем к людям предоставлять, упрекать людей в чем-то. Мы все время начинаем ходить, знаете, в таком состоянии оскорбленности. Как бы на нас ни посмотрели, что бы нам ни дали, это всегда нас оскорбляет. Вот это состояние неблагодарности, оно очень сильно разрушительно. В исход 17 главе описана следующая история, я ее зачту, послушайте, пожалуйста. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господа. И расположились там нам в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорил, дай нам воды попить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждаю нас, и детей наших, и стада наших. То есть, смотрите, когда у израильского народа, вот когда он не увидел вообще, что вообще-то вас вывели из Египта, вообще-то вы там в рабстве, вам порционно раздавали еду, вообще-то по вашим спинам там еще вчера плеть хлистала, и вас отбирали солому, и вас там загоняли сильно, трудом, до полусмерти, вообще-то. Но вот здесь, уже забывая вот это состояние, отказываясь от состояния благодарности, когда ты чтишь Бога, когда ты понимаешь, что эти временные трудности, они просто временные, их нужно просто преодолеть, но нет. Неблагодарность, она начинает проявляться в ропоте, она начинает проявляться в недовольстве, когда Моисею предоставляют счет, когда эти люди чувствуют себя оскорбленными Моисеем и Богом в том числе. Мы видим, что израильский народ, он всегда роптал, он постоянно был недоволен решениями Бога, все время возмущался против Бога. И как вы думаете, ждал ли Бог от них благодарности, а не ропот, который они Ему взамен отдавали? Мы понимаем из этих историй, из библейских историй, что не всегда в нашей жизни будет происходить так, как мы бы хотели. Но мы понимаем, что Бог Владыка, Он Альфа и Омега, и мы понимаем, что Он есть любовь. И если что-то в нашей жизни происходит, то, что нам некомфортно сегодня, это временные обстоятельства, это нужно просто прожить и пройти. Но народ израилев, он не мог благодарить Бога за проявленное к ним добро. Он забыл благодарить Бога. Поэтому, как только возникало любое какое-то давление небольшое, воды не хватало, еды не хватало, жарко было, холодно было, народ израильский тут же начинал укорять Моисея и, соответственно, говорить против Бога. Вот почему Писание предупреждает. «Благодарите Бога». Ну, отказываться благодарить – это одно, но в духовном мире так происходит, что если ты не благодаришь, значит, ты наполняешь свою жизнь ропотом. Если ты не проявляешь благодарность Богу, в твою жизнь приходит что-то другое, какие-то счеты, претензии, оскорбленность и недовольство. Когда ты не наполняешь себя состоянием благодарности, понимания, зависимости от Бога, твое сердце наполняется другими какими-то вещами. И я хочу перечислить несколько моментов, и мы будем идти к тому, чтобы молиться. К чему приводит неблагодарная жизнь? Неблагодарная жизнь, она на самом деле имеет свои такие серьезные последствия вообще на жизнь, на семью, на церковь. Когда нет вот этого состояния благодарности, мы начинаем видеть недостатки всех, мы начинаем понимать, что здесь меня не уважили, здесь недостаточно. Господь, наполни нас, дай нам это сердце, довольное и благодарное. Мы хотим, чтобы Бог, мы хотим, мы начинаем быть Богу благодарными только тогда, когда какие-то великие, сверхъестественные чудеса происходят. Вот мы считаем, что это на самом деле весомо, братья и сестры. Но когда мы будем благодарны за маленькое, Бог этим людям, довольным маленьким, будет давать больше, будет давать больше. К чему приводит неблагодарность? Неблагодарность, она уводит человека от воли Божьей. Псалом 105, 13 стих. Но скоро забыли дела Его, и в результате не дождались Его изволения. Когда мы забываем, что Бог делает для нас, когда мы перестаем ценить то малое, что мы имеем, мы вскоре забываем Его дела. И это состояние забывчивости того, что Бог делает в нашей жизни, доводит нас до того, что мы отпадаем от воли Божьей. Мы перестаем его понимать. Второе, к чему приводит неблагодарность? Неблагодарность приводит человека к поражению. К поражению. Число 21 глава, 5-6 стих. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей вообще опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов израилевых». Когда мы ропщим, когда мы недовольствуемся тем, что в нашу жизнь приходит, это состояние приводит человека к поражению, когда пришли змеи, и они начали кусать людей до смерти. Третье. Неблагодарность лишает человека наследия в Господе. Неблагодарность лишает человека наследия в Господе. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Да коли злому обществу сему роптать на меня, ропот сынов израилевых, которым они ропщут на меня, это Бог говорит, я слышу». Ропот – это то же самое, что неблагодарность. Мы не просто не возблагодарили, мы где-то возроптали, мы где-то проявили недовольство. «Скажи им, говорит Господь, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме халева сына Яфонина и Иисуса сына Навина». Какая произошла трагедия? И что привело к этой трагедии? Ропот, недовольство. Не оценили Божью милость, не оценили Божью благодать. И несмотря на то, что Бог поднял руку и сказал, «Я введу вас», Бог говорит, «Я забираю свои слова обратно». Вы ропчете, вы не оценили, что я сделал для вас. И это вот состояние, ни я вас не впущу. Бог говорит, что я не хочу, чтобы вы вошли с таким неблагодарным состоянием в обетованную землю. И неблагодарность, она лишает человека того наследия, которое Бог определил для человека. И вот обратно, когда мы думаем про благодарность, мы понимаем, что благодарность как раз-то ведет тебя к приобретениям. У того, кто понял, что у него есть, пустил в оборот. Каждый день благодаря Богу за это, Бог говорит, к нему еще прибавится, к нему еще прибавится, а тот, кто сохранил, у того даже и это отнимется, и больше не будет. Благодарность ведет нас дальше, к приобретениям. Почему? Потому что ДНК благодарности – это кротость. Тот человек, который понимает, что ему… Знаете, есть такое правило, тебе никто не должен. Вот когда это благодарное сердце, когда человек понимает, я пришел в этот мир, мне никто ничего не должен, я должен кому-то. Но я не жду от людей, от страны, что мне все должны. Вот когда человек находится в таком правильном состоянии сердца, это называется кротость. Он понимает, кто он, откуда он, с каким маленьким чемоданом он приехал в эту страну, он кротко идет по этой жизни. А кротость, в свою очередь, Матфея в пятой главе, пятым стихом написано, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны кроткие, блаженны благодарные, блаженны те, кто осознают, от кого приходит в их жизнь благословение. И они воздают Богу благодарность, это люди кроткие. Знаете, мы всегда можем найти причину, за что славить Бога, даже если казалось бы, что все закрыто, и все идет наперекосяк, и вроде бы буря начала в твоей жизни, и пустыню ты никак не можешь пройти. Как я уже говорил, я еще раз это хочу подчеркнуть, всегда есть та причина, за что мы благодарим Бога. Как это описано в книге пророка Малахии, Малахия, первая глава, второй, пятый стих. Смотрите, с чего начинаются эти слова. Я возлюбил вас, я возлюбил тебя, говорит Бог. Я возлюбил вас, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Знаете, что Бог отвечает? Вернее, там диалог идет, видно здесь, да? Не брат ли Исаф Иакову, говорит Господь? Здесь есть зерно мудрости, посмотрите. И однако же, Бог говорит, я возлюбил Иакова, а Исафа возненавидел, и предал горы его опустошению, и владение его шакалом пустыни. Мы иногда не замечаем, как Бог сильно велико нас благословил. В то же самое время, вообще, что мы имеем здесь, в этой стране, в нашей семье, в каких домах мы живем, в то же самое время, когда мы понимаем, должны понимать, как происходит в жизни других людей. Бог говорит, вы спрашиваете меня, как я показал вам, как я проявил к вам любовь свою, в чем я явил любовь к вам? Он говорит, смотрите, я возлюбил Иакова, а Исау возненавидел, и предал горы его опустошению. Другими словами, Бог сказал Иакову, что если они не поймут любовь к Божию, если он не поймет к себе любовь к Божию, тогда следует пойти посмотреть на едом, на эти горы, которые Бог предал опустошению. Какое правило из этого я вывожу для себя? Как бы тяжело сегодня мне не было, все равно есть люди, которым гораздо тяжелее, чем тебе сегодня. Есть люди, которые страдают больше, чем страдаешь ты сегодня. Поэтому благодари Бога за то, что ты имеешь. Если ты не видишь сегодня благости, Господней, тогда иди сходи по больницам, походи по кладбищам, и ты узнаешь, как благ Господь тебе сегодня. Благ ли Он тебе сегодня или нет. Давайте, церковь, мы будем благодарны Богу за все то малое, что мы имеем, и давайте будем не забывать Божьих благодеяний. Ты там несколько месяцев назад болел, и тебе ты уже готовился ко встрече с Господом, но сегодня ты живой. Будь кроток, будь благодарен Богу, понимай, что Он тебе продлил годы жизни твоей. Ты просил у Господа что-то, и Он дал тебе. Будь кроток, кроткий наследует землю, Бог поведет тебя дальше. А если ты чувствуешь, что нет, что-то в моей жизни не хватает, что-то ты не замечаешь, как Бог тебя благословил, посмотри на других, посмотри, как люди страдают, посмотри, как люди мучаются в больницах. И в конце концов, как мы проповедуем на похоронах, пройдись по кладбищу, посмотри, что там уже людей нет, а ты все еще здесь, у тебя есть возможность славить и благодарить Бога. Давайте вернемся, и мы закончим этим к нашим апостолам, которых посадили в темницу, их ноги забили в кандалы. И вот, находясь в таком состоянии, около полуночи, деяние 16 глава, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их, и вдруг сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Смотрите, апостолы находятся в темнице, они находятся в кандалах, но при всем этом написано, они пели гимны Богу. Новый перевод говорит, они хвалили Бога, они воспевали Бога. Но перед этим мы читали в начале этой проповеди, что их сильно побили, им дали несколько ударов, их посадили в темницу. И знаете, вот это вот состояние или способность петь не пришла к ним по расписанию. Знаете, у них не было тогда такого правила, что, ну, так, мы в темнице, мы в кандалах, это значит сигнал, что нужно петь. Это не было так, это не было такой традиции, если ты оказался в темнице, начинай петь. По расположению сердца, по состоянию своего сердца, по состоянию своего духа, они начали петь, воспевая в сердцах Господа, благодаря Бога. Почему? Потому что вот это состояние благодарности Богу не зависело от тех обстоятельств, в которые они попали. И этот Петр, сила воспевая Господу, благодаря Бога в темнице, они этим самым показали, они этим самым проявили, что хоть тела их и закованы в кандалы, и что на ихних телах их так сильно побили, что там позже написано, что когда темничный страж увидел, что все двери открыты, он испугался, хотел себя убить, потому что сильно испугался, но ему сказали, нет, не делай с собой этого зла, мы все живы, мы здесь. И там написано, что он взял их и омыл их раны. Да, может быть, от кандалов у них уже натерлись руки и ноги, они были в таком, знаете, состоянии согнувшемся, но я думаю, что эти раны кровоточили у них от того, что перед этим им хорошо, их хорошо побили. Вообще там в Риме, в римской культуре существовало такое правило, 40 ударов палкой без одного. Это когда они высчитали, что если 40-й удар, человек уже умрет, они высчитали, что 39, он будет изрядно поколочен, изрядно побит, в бессознательном состоянии, но еще останется живым. И что-то подобное произошло с этими двумя мужами Божьими. Их руки находятся в кандалах, их ноги пристегнуты к этим цепям, но они находились в этом понимании, что Бог есть Владыка, и Он любит тебя, и Он есть любящий Бог. И вот это состояние, когда они написано, молились и воспевали Богу, их душа находилась в той истинной свободе, в той свободе, которую никакие кандалы и никакие цепи не могли связать в тот момент. Они имели эту близость с Господом, то состояние души, которое позволяло им, своей душой, своим духом, вознестись над этой темницей, вознестись над этими побоями, вознестись над этими кандалами. Какая была сила духа в их душе, какое было великое помазание сокрыто, было размещено Богом в их сосуды, находящихся в этих сложнейших обстоятельствах в своей жизни. Какая сила была сокрыта в том, что из них, или, вернее, находясь в этом побитом теле, их сердце оставалось, и они понимали, что их сердце должно оставаться в состоянии благодарности, и только тогда их невозможно будет сломить. И когда мы видим, что в результате этого, когда они начали петь, находясь в этих условиях, написано, земля начала трястись, сделалось великое землетрясение. И знаете, братья и сестры, я верю, что это был прообраз того, чего на самом деле боится дьявол, то, чего на самом деле боятся врата ада. Это когда он помещает людей в похоронное состояние, это когда он делает все, чтобы украсть у тебя радость, когда он делает все, чтобы ты оказался в больнице, но оказавшись в больнице, оказавшись в темнице, оказавшись в этом 2020 или 2021, не знаю, тяжелом годе для тебя, ты все равно остаешься в благодарном состоянии перед Господом. Почему? Потому что ты понимаешь, что Бог владыка, и Он любит тебя, Его любовь с тобою. Вот этого боится дьявол, вот этого боятся все бесы, они видят тебя, видят меня, что мы все равно благодарим, что мы все равно говорим, Господь, слава тебе, слава тебе, благодарю тебя, не понимаю, почему так происходит, но благодарю тебя. И написано, что земля потряслась, темница потряслась, двери этой темницы открылись, землетрясение от Бога пришло. Почему? Потому что дьявол, он не может устоять, когда твое сердце все равно благодарит, в то время, когда твои руки и ноги связаны кандалами, аллилуйя, Господь благ, братья и сестры, вот я верю, что Бог через это нас сегодня проводит, через это нас будет проводить, когда мы понимаем, что то, что есть внутри нас, это не украсть, это не забить кандалами, это не побить никакими палками, это та внутренняя свобода, сила благодарности, которая обязательно выйдет наружу. Почему? Потому что пока я благодарю, я торжествую, пока я продолжаю жить, бороться, биться, смущаться, верить, стою, иду дальше, праведник упадет, встанет, идет дальше, он показывает, что Господь, я за все тебя благодарю, я кротко хожу перед тобой, я доверяюсь тебе, вот этого дьявола сильно боится, это люди непобедимого духа. 2 Коринфянам 2 глава 14 стих, но благодарение Богу, который всегда, всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Новый перевод, мне очень нравится, как говорит, в новом переводе написано, я благодарен Богу, который всегда ведет нас своей триумфальной процессией во Христе и повсюду распространяет через нас благоухание, познание о нем. благодарение Богу, который дает нам торжествовать во Христе. Давайте мы поднимемся сейчас. Слово Божье говорит, что до тех пор, пока ты остаешься во Христе, оставайся во Христе, обстоятельства сегодня на тебя так сильно давят, что ты начинаешь уже вот-вот сомневаться, любит ли тебя Бог вообще. Если любит, почему Он проводит через эти обстоятельства? Почему на тебя сильное давление? Почему этот год оказался таким неудачным для тебя? Возможно ли благодарить Бога? Благодари Бога. Благодари за то, что Он все равно тебя любит. Иисус, вот Лазарь, которого ты любишь, болен. То, что ты болен сегодня, то, что ты что-то потерял, это не говорит о том, что Бог тебя не любит. Он любит тебя. Он вместе с тобой идет. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, пока я остаюсь во Христе, я торжествую. И апостол пишет и говорит, что Он распространяет нами благоухание, познание о себе, то есть Господь распространяет тобой и мной благоухание, познание о себе на всяком месте. На всяком месте. Кто-то сказал, для того, чтобы роза начала сильно благоухать, ее нужно раздавить. Для того, чтобы ароматы из корицы начали выходить наружу, его необходимо поместить под прессом зерна корицы. Друзья мои, мы, когда находимся во Христе Иисусе, когда мы продолжаем быть во Христе Иисусе, Слово Божье дает нам мощное обетование, ты идешь в его победоносной процессии, в его триумфальной процессии, и другие люди смотрят на тебя. Я вижу многих людей, которые удивляются твоей вере, твоей улыбке, твоей кротости, твоему благодарному сердцу, зная, через что ты проходишь. Распространяй благоухание, познание о Христе на всяком месте благодаря Господа. Иисус. О, Иисус. Иисус. О, Господь Иисус. О, Господь Иисус. 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 Господь, сталкиваясь с жизнями людей, которые проходят беды, трудности, горе, оскорбления. Бог мой, я торжествую, когда вижу, Господь, я верю, небеса торжествуют. Когда я вижу этих героев веры, которых не сломить, которых не сломило болезнь, которых не сломило чье-то недовольство, чей-то ропот, когда я вижу, что они все равно благодарны Тебе, находясь в кандалах и в темнице, Господь, они открывают свои сердца, они начинают славить Тебя, они начинают благодарить Тебя за Твою любовь, веря в Твою любовь, стоя на Твоей любви, доверяясь Твоей любви, Господь. О, Иисус, Иисус, подкрепи руки тех, кто сегодня уже устал идти этим путем, тех людей, которые, сталкиваясь с болезнями, с горем, Господь, Бог мой, им трудно найти почву под своими ногами, чтобы начать Тебя искать и благодарить. Иисус, Дух Святой, пусть их сердца наполнятся этой истинной свободой свыше, пусть их сердца наполнятся этой свободой Духа, этим помазанием, Господь, чтобы, Господь, они нашли в себе силы наполнится, приобрести благодарное сердце посреди этой бури, посреди этих испытаний. Господь, иначе благодарить Тебя, иначе славить Тебя, и распространять это благоухание, да, находясь под прессом, да, находясь под сложными обстоятельствами, Господь, но благодаря Тебя, но славлят Тебя, Иисус, дай мужество и силу таковым людям. Я прошу Тебя, мы радуемся, Господь, за все эти милости и благословения, которые мы имеем, за те маленькие и большие благословения, что Ты кормишь нас, что Ты одеваешь нас, что Ты обеспечиваешь нас, что в этой стране нету войны, нету, Господь, разрухи. Бог мой, мы благодарим Тебя за работы, за школы, мы благодарим Тебя за все благословения, за все обеспечения, Господь. Бог мой, но мы, Господь, также благодарим Тебя и за чудеса, которые Ты делаешь среди нас. И мы благодарим Тебя посреди бури, Господь, благодарим Тебя за Твою любовь, потому что Ты с нами, Господь. Если бы не Твоя рука, Если бы не Твое утешение, если бы не Твоя поддержка, Господь, мы бы давно бы сломились, мы бы давно были раздавлены этими обстоятельствами. Но благодаря Твоей любви, Господь, Твоему утешению, Твоей крепости, многим семьям, Господь, Ты помог преодолеть, Господь, потерю близких. Многим семьям, Господь, Ты помогаешь сегодня пройти какой-то период пустыни. О, Господь, потому что Ты из Бог любовь, потому что Ты сочувствуешь нам, потому что Ты идешь рядом с нами, и мы Тебя за это хотим благодарить. Мы хотим Тебя поклоняться, Иисус, мы хотим Тебя чтить, Иисус. Халлилуйя, Господь. Мы сейчас будем петь, и я верю, что для многих это будет прорыв. Господь, если Вы за последний год не находили возможности, Вы просто молчали во время хвалы, во время поклонения, Вас никто не осуждает, потому что никто не знает, какую боль вы несли в себе, какую скорбь вы несли в себе. Но позвольте сегодня Духу Святому прикоснуться к Вам, и пусть из Вашего чрева просто выйдет этот крик Господу. Это хвала Богу за Его любовь, это благодарение Богу, что Вы сегодня еще живы, что не случилось что-то худшее в Вашей жизни, что этот сложный год Вы прошли, Вы идете дальше. Просто возблагодарите Бога, и я верю, что что-то, знаете, произойдет в Вашей жизни, придет свобода, придет утешение, придет полная свобода, Вы начнете дышать лучше. Когда Вы скажете, Господь, я не понимаю, почему так произошло в моей жизни, но я знаю, что Ты любишь свое творение, Ты любишь меня, и я благодарю Тебя за Твою любовь. Аллилуйя.